Добро пожаловать на канал Человеческий Организм. Сегодня мы поговорим о полезных и мистических свойствах растения под названием толстянка или денежное дерево. Но перед началом видео хочу вас попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик, так как я поставил себе цель набрать 20 тысяч подписчиков на канале до конца весны. Поэтому прошу вас помочь мне в этом. Еще не забудьте поставить лайк. Толстянка, известная как денежное дерево или живое дерево, относится к семейству толстянковых. Этот род насчитывает до 350 видов, большая часть которых растет в Южной и Тропической Африке, а также на Мадагаскаре. При этом ее лечебные свойства известны почти во всем мире. Декоративное растение, которое можно встретить дома, также называют красулы или жирянка. Считается, что оно не только привлекает в дом деньги, но и предрекает скорой богатства, если зацветет. Немногие, однако, знают, что цветет толстянка довольно редко. Помимо мистических свойств, это растение обладает и лечебными свойствами, не уступая в них домашнему доктору Алоэ. Живое дерево нетребовательно к месту и условиям выращивания, а поэтому вполне может заменить привычные растения на подоконнике, принеся при этом немалую пользу своими уникальными свойствами. В состав денежного дерева ходит большое количество полезных микроэлементов и летучих масел, которые позволяют использовать лечебные свойства при ряде заболеваний. Чаще всего лечебные свойства толстянки используют в качестве антибактериального и противовирусного препарата. Его применяют при заживлении ранок, укусов насекомых и их обеззараживании. Также сок растения препятствует появлению отека и устраняет зуд. Применяют для борьбы с герпесом, отоптышами и мозолями. Применяют для облегчения приступов варикоза, артрита, артроза, геморроя и подагры. Может применяться при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Далее я вам расскажу несколько рецептов для борьбы с конкретными заболеваниями. Первое. При ангине, кашле и других болезнях горла. Срезают десяток листьев дерева, выдавливают из них сок и смешиваются с стаканом воды. Затем раствором полоскают горло свежий в день, не глотая. При полипозии слизистой носа раствором проводится с принцеванием. Второе. При ранках, ожогах и царапинах берут несколько листьев толстянки, промывают их и мелко рубят в кашицу. Затем накладывают на больное место или делают компресс при помощи кусочка марли. Лучше использовать не плотную ткань, а именно марлю или целлофан, чтобы полезен сок не впитался в нее. Третье. При натоптышах и мозолях. Также используют кашицу или цельные листы. Во втором случае их промывают и осторожно удаляют внешнюю пленку. После листья привязывают к больному месту, закрепляя бинтом или целлофан. Четвертое. При герпесе и укусах насекомых, особенно кровососущих. Выдавливают сок листьев и смазывают кожу несколько раз в день с равным интервалом, но не больше 5-6 раз. Пятое. При геморрое сок толстянки смешивают с жидким вазелином до полного слияния. Смесью пропитывают ватный тампон и проводят тампонаж 2-3 раза в день. Шестое. При варикозном расширении вен, ревмонтизме и растяжках готовят компресс. Берут темную стеклянную емкость и на треть заполняют нашинкованными листьями. Затем заливают доверха спиртом. Настойку оставляют на 3-4 недели. В темном месте. Затем ее можно использовать для растирания мышц. Подходит она и для устранения боли при воспалениях нерва. Седьмое. При воспалительных заболеваниях почек. Заливают 5 листков растения стаканом кипятка и оставляют настаиваться на час. Настой принимают за 15 минут до еды, 3-жды в день по столовой ложке. Восьмое. При язве и заболеваниях 12-перстной кишки народные рецепты советуют съедать 1 или 2 листочка живого дерева раз в сутки. Пришло время проводить итоги и выводы. Холстянку или живое дерево любят не только поклонники фэншуя, которые считают, что широкие листья способны поглощать неблагоприятную энергию дома. Ее часто применяют в народной медицине. Наравне с алоэ и другими растениями. На этом закончу видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал и помогите мне набрать 20 тысяч подписчиков до конца весны. Еще не забудьте нажать на колокольчик и поставить лайк. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!